друзья сегодня про депрессивную фазу после потери вот эти четыре стадии шока отрицания агрессии с лишь депрессии только 4 принятие нового депрессивная фаза фактически это потеря энергии и это горевание о том о чем мы ну там должны плакать то что мы потеряли чем сильнее боль потери вот как сейчас да то есть теряем ту страну в которой жили там или там мирное небо или тот образ жизни или веру во что-то или будущее да то есть мы это оплакиваем да там нам больно нам тяжело я говорил например землетрясение пожар катастрофа до где рушится наш дом земля уходит из-под ног это одна из самых тяжелых травм у нас сейчас и собственно говоря экономическая ситуация ходит из-под ног и мирное небо там уходит из-под ног да то есть непонятно этим война может быть соответственно если у нас вот эта почва уходит из-под ног наша психика должна отгоревать то что потеряли смотрите ценное был чем ценнее было ну например мы хотели там учиться там дали хотели делать детей или там хотели путешествовать или просто хотели жить спокойной жизнью да или вообще нашей жизни ничего не угрожала теперь мы боимся что что-то с нами произойдет и реально вокруг нас что-то происходит гибнут люди там да там или что-то случается и соответственно вот тот мир рушится нам больно тяжело и наша психика наша душа она попала в эту травму и хочет отгоревать почему вот это 940 дней годовщина год смотрите год уходит на то чтобы отгоревать например потерю близкого человека до чуть меньше времени на потерю чего-то цену ваш а здесь целая жизнь рушится соответственно вот эта боль ее нужно принять психика когда очень тяжелейшая ситуация когда она смотрите неожиданное шутка шоковая травма неожиданно быстро мы в нее там не верили в эту ситуацию она произошла схлопнулась эта боль очень тяжелая нам надо принимать меры до психика замораживает эту боль называется диссоциация там отщепление да то есть вытеснение мы как-то не можем события вспомнить что происходило для того чтобы вот эта сильнейшая боль сразу на нас не обрушилась и соответственно поскольку какой-то там химии электрика там внутри нашего организма чтобы просто у нас не выгорел мозг от той информации от того что с нами или с окружающими да то есть угроза жизни здоровью магии окружающих мирушца нас психика просто спасает тем что отсрочивает это если психика она вот этот отодвинула это она берет вот эту годовщину на принятие на пережить мой учитель федор ефимович и василюк называл переживание горя до пережить перейти наша душа плачет как после физической травмы там про после перелома нужно восстановить то же самое после эмоциональной психической душевной травмы тоже самое нужно время на восстановление на реабилитацию и здесь естественно в этой боли да то есть ее нужно впускать но это же не хочется плакать не хочется горевать не хочется эту боль испытывать и мы начинаем от нее прятаться вот я говорил что шок отрицание агрессия это как раз та фаза мы злимся мы еще пытаемся что-то сделать для чего психологически чтобы не впускать в себя в боль не идти к ней не проживать ее потому что конечно это неприятно важно понимать что вот эта фаза шока отрицания агрессия депрессия там может быть даже четвертый фаз своей ноуту они идут не вот так смотрите последовательно одно второе там третье да там идет нет они идут вот так чуть-чуть вам не верится в тот кошмар который происходит не может быть там до такого не вообще что-то там вот вот в россии там 90 процентов страны не верят что мы там братья что там где-то где-то бомба где-то умирает люди что все это фейки да там не верят в то что вообще такое могло быть там но видят реальность но все они принимают как это может быть дальше есть агрессия злимся одновременно и приходит да может у кого-то приходит кого-то нет как раз депрессивные фазы энергия пропадает ничего не хочется плачет они вот так идут и надо внутри понимать да что псих как мы в туалет писать как ходим то же самое психка пытается куда-то эту энергию деть что же здесь делать в первую же важно понять что же я потерял потеряла в этих условиях там близких безопасность там до здоровья не знаю там время будущее вот и отгоревать нужно каждую эту потерю можно себе задать вопрос что самого больного неприятного где что я могу оплакать что я потерял не все психологи там психотерапевт со мной согласны но практически кроме этой химической депрессии все остальные это про потерю да и агрессия тоже да я что-то потерял да я злюсь а потом это оплакиваю да то есть найти о чем я печалюсь о чем ну то есть ку почему у меня уходит энергии что ценного у меня было она исчезла на что я злюсь или что я боюсь отпустить задача отпускать и нравится нам или не нравится но придется действительно смиряться с тем что произошло прощаться с этим отпускать это и отгоревать смотрите от горевать оплакать но ведь мы оплакиваем не только там близких родных мы оплакиваем тот мир в котором жили вот у меня сейчас клиенты кто успел они там там выехали за границу они оплакивают родину оплакивает то что они здесь создавали там бизнес там недвижимость с родственниками контакт кто-то вынужден был уехать там да им родители говорят ну брось нас уезжает там да там забирай детей там кто-то соответственно на той стороне да там в украине то есть беженцы да все потеряли практически страну да то есть и важно оплакивать что ты найти эту боль о чем здесь должны быть слезы если и них нет о чем я горюю о чем печаль из соответственно здесь важно ловить внутри да то есть внутри понятно вы замораживаетесь почему я не сразу троллик давал там да там как после этих событий там через две недели но потому что там психика замораживается она там дальше злость туда некуда сунуть вот эту депрессивную фазу и вам надо по чуть-чуть там где-то под моей злостью где-то под этим отрицанием шоком где-то я собрался и там мне надо выжить там собраться не до слез не до соплей но когда вы более-менее оказываетесь в безопасном месте в теплом месте закрываете глаза лежите слезы приходят энергии уходят там да то есть внутри ничего не хочется ресурса нет хочется лежать ничего затевать не хочется да то есть вот это состояние потерянности да когда энергия уползает да это и есть на вас наваливается и правильно найти в этом слезы найти в этом печаль если слез нет важно дать себе разрешение я могу быть слабой слабым я могу плакать мне может быть тяжело в этом месте точно мне должно быть плохо и точно должна быть депрессия самое главное себе сказать что вот эта фаза потери энергии ничего не хочется может быть даже мысли о суициде что это естественная реакция психики да потому что больно второе важно понимать что психика закрывает она не даст вам все от плакать многие женщины боятся что эти слезы придут они вас затопят вы в них утоните они могут остановиться да нет сработают внутри пробки да то есть психика пустит ровно столько слез боли до сколько вы можете себе позволить главное здесь знать одну важную вещь что такое психотерапии до проработка здесь если приходит печаль энергия там энергии нет ничего не хочется что главное здесь понять и как себе помочь правильно понимать что я оплакиваю что я потерял когда у вас приходят слезы печаль лежите важно понимать что я должен должна отпустить с чем попрощаться что у меня рухнула дата что исчезла какое горе пришло да и давать себе время да то есть может это не значит что вы легли упали ничего не может делать нет вы живете делаете я потом сниму отдельные ролики что нужно делать в этой фазе как нужно проходить как с людьми обращаться но здесь вам самое главное да вы продолжаете жить не считаете себя больными просто вы проходите фазу горевания результат травмы реабилитация восстановление